Вроде бы критика в адрес Apple обычное дело, все уже давно к этому привыкли, но у компании же действительно есть продукты, которые вызывают сомнения. Существует даже несколько неудачных моделей iPhone, которые фанаты бренда вряд ли хотят вспоминать, так как они вообще не вызывают никаких положительных эмоций. В этом видео вспоминаем топ 10 худших айфонов за всю историю Apple. Кстати, если у вас есть свои мысли по какой-то модели iPhone, не стесняйтесь писать об этом в комментариях. Подискутируем. Пойдем в хронологическом порядке, поэтому начнем с iPhone 3G. Толстенький корпус с выпуклой задней крышкой мешает модели претендовать на роль иконы стиля. Пластиковый корпус оказался крайне недолговечным, склонен к появлению царапин и трещин, особенно в области разъемов, причем появлялись они сами по себе. К этим проблемам присоединилась низкая производительность, которая стала очевидной уже спустя год после выпуска смартфона. Но в то же время для многих iPhone 3G стал настоящим прорывом, ведь вместе с ним в iPhone OS появился App Store, открывший возможности для установки дополнительных приложений. Так что все очень субъективно. iPhone 4 Дизайн перехода к плоскоти был воспринят на ура всеми критиками, а модель заслуженно считается одной из самых красивых в мире. Но при этом запомнился iPhone 4 еще и скандал, который был связан с антеннагейтом. Инженеры Apple совместно с дизайнерами допустили серьезную ошибку. Криво вынесли две части антенны наружу. И когда пользователи брали телефон в руку, они замыкали эти части. Связь пропадала. Стив Джобс вынужден был сам объясняться перед разочарованными владельцами, выдав знаменитую фразу «Вы просто неправильно держите смартфон». В конечном итоге Apple признала проблему и предложила пользователям бесплатный бампер в качестве временного решения. Однако это был далеко не самый элегантный вариант. Ну и сегодня мы говорим про iPhone, который точно не стоит покупать. А вот приобрести топовый iPhone 15 Pro Max или выгодный по цене iPhone 13 можно в магазине Edward в Москве. У ребят низкие цены, прозрачный трейд-ин, есть возможность доставки, рассрочка и кэшбэк за каждую покупку. А по промокоду ЯБЛОК вы даже получите скидку 1000 рублей на смартфон или 500 рублей на Apple Watch и AirPods. Ссылочка на магазин в описании видео. iPhone 5C. Чем была плоха модель iPhone 5C? Во-первых, пластиковым корпусом, который был установлен на множество смартфонов того времени, и все они склонны были к царапинам без чехла. Для устройства от Apple это было необычно, так же как и разноцветные задние панели, которые покупатели тогда не приняли сразу. Кроме того, в iPhone 5C был установлен старый процессор от iPhone 5, что привело к тому, что он получал обновление iOS всего лишь 4 года. К тому же в нем не было Touch ID. При этом цена отличалась всего на 100 долларов от более продвинутой модели iPhone 5S. При этом 5S имел шикарный алюминиевый корпус, более мощный процессор A7, в отличие от A6, и сканер отпечатков пальцев. Таким образом, экономия была сомнительной, особенно учитывая то, что спустя месяц вышел Google Nexus 5, доступный за 350 долларов. iPhone 5C – это один из самых наихудших смартфонов, представленных Apple. Да и посмотрите на чехлы для него. Они кому-то вообще могут нравиться. Похоже на цветные кроксы. iPhone 6 Plus. На бумаге это устройство выглядело весьма привлекательно. Многим понравился огромный дисплей. 5,5 дюйма оказались настоящим скачком вперед после 4-дюймового экрана iPhone 5S. Даже фанаты Android на время отвлеклись от своих лопат, чтобы внимательно рассмотреть, как Apple отказывается от приверженности концепте, заложенной Стивом Джобсом. Однако вот беда – с большим экраном пришла и большая гибкость. Многие пользователи начали жаловаться, что их новые устройства начинают гнуться в заднем кармане брюк. Это приводило к выходу из строя сенсорной матрицы, превращая телефон в дорогую безделушку. Ведь алюминий не восстанавливает свою форму. Самое печальное в том, что Apple была в курсе потенциальной проблемы с гибким корпусом еще до выпуска устройства на рынок. Но ничего с этим не предприняла. А еще у 6 Plus были отвратительные полосы на задней панели, сквозь которые работали антенны для приема сигнала. И всего один, один Carl Gigabyte оперативной памяти. iPhone 8 – это смартфон, безусловно, не заслуживает названия плохого. У него красивый стеклянный корпус, впервые с iPhone 4s, самый мощный на тот момент чипсет A11 и даже 64 гигабайта памяти в минимальной комплектации, против 32 гигабайт у предыдущего iPhone 7. Просто ему не повезло. И в этом виновата сама Apple. Потому что она выпустила потенциально хороший аппарат всего за месяц до выхода своего настоящего флагмана – iPhone X. В результате iPhone 8 был обречен на провал с самого начала. Он устарел всего за несколько недель. iPhone 8 уступал юбилейному телефону во всем – в дизайне, экране, батарее и камере. В общем, жаль этого добряка. iPhone XS – тоже странный iPhone, который не приходит на ум, когда вспоминаете устройство того года. Если предыдущие модели смартфонов действительно выделялись, представляя заметные улучшения и значимые нововведения, то этот гаджет просто заблудился где-то между iPhone X и iPhone 11. Кроме того, iPhone XS быстро разряжался и практически не превосходил предшественника по производительности. Грубо говоря, это было незначительное обновление, которое было затмлено более привлекательным iPhone XR с яркими цитами. Многие выбирали его, чтобы просто не переплачивать лишнего. iPhone SE 2020 iPhone SE 2020 мог бы стать идеальным смартфоном. Компактный размер, скромная, но качественная камера и мощный процессор. Но слабый аккумулятор на 1821 мАч – это то, что не дало устройству стать по-настоящему успешным. Смартфону хватало энергии всего на полдня использования из-за высокого энергопотребления чипсета A13 Bionic, а батарея явно не справлялась с этим. Приходилось нести с собой пауэрбанк или быть постоянно подключенным к розетке, что приводило к постепенной потере емкости аккумулятора. Да и смысла тогда от такой компактности нет, если постоянно таскать с собой внешний аккумулятор. Менее чем через два года iPhone с неэффективным аккумулятором едва удерживал заряд на 3,5 часа при включенном экране. iPhone 12 mini В 12 mini разработчики наступили на те же грабли, что и в случае с iPhone SE 2020. Батареи еле хватает для обеспечения одного дня использования. Это, а также высокая цена. Покупателю психологически проще было доплатить 100 долларов и получить iPhone 12 с удобным 6,1-дюймовым экраном и более живучей батареей. Привели к тому, что формат маленького смартфона оказался далеко не самым востребованным, и в 2022 от маленьких девайсов Apple отказалась. Но на планете есть еще сотни тысяч человек, которые нежно влюблены в этот форм-фактор и берегут свои 12-13 mini. Вы не из таких? iPhone SE 2022 Вот правда, похоже, что Apple обнаружила запасы забытых iPhone 8 на своих складах и решила придать им новую жизнь. Результатом стали эти зомби-устройства, которые кажутся нелепыми на фоне современных смартфонов других брендов. Вы только вспомните, на передней панели у телефона до сих пор есть физическая кнопка, которая занимает большую часть экранного пространства. И это еще было бы ладно, если бы цена была демократичной и была где-то 200-300 баксов. Но нет, за это чудо техники Apple запросила 430 долларов. Это самый редкий iPhone, который я встречал вживую. iPhone 14 Еще один iPhone, который просто теряется среди своих собратьев. В отличие от iPhone 14 Pro, его младшая версия лишена главной фишки линейки – динамического острова. Кроме того, экран остался 60 Гц, а рамка не из стали. Изменения по сравнению с iPhone 13 настолько незначительные, что их трудно найти даже в таблице сравнения. Даже процессор не обновился, не говоря уже о других комплектующих. Единственное, что добавили немного оперативной памяти и несколько фишек в камере. Но этого точно недостаточно для полноценного обновления. Лучше взять 13-й и немного добавив купить новые AirPods. Ну а что думаете вы? Какой iPhone является у компании Apple худшим по вашему мнению? Пишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, было интересно. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. До встречи в следующих видео.